Привет, с вами Вилсу Ком, я вас поздравляю. На дворе 7 декабря, а значит Киберпанк 2077 осталось ждать всего 3 дня. В ночь на 10 он станет доступен, а я играю уже больше недели внезапно, потому что у меня есть ревью-версия. Зашлите мне вот эту коробочку красивую. Ребята из CD Projekt еще и порадовали меня вот таким ревью-китом. Сейчас посмотрим, что там внутри. Ну а я в этом ролике хочу поделиться с вами, потому что эмбарго до конца не пало. Могу показывать вам скриншоты, например, вот такие, или вот такие красивые, потому что в игре куча совершенно интересного, забавного контента. Ну а видеочасть это биролы от самого CD Projekt. Уже, собственно, геймплей от нас я покажу вам через пару дней. А сегодня я хочу с вами поделиться мыслью, как правильно играть в Киберпанк 2077. Потому что я сел такой, так, окей, ладно, консоли, ПК, так, всяк, сложно, непонятно. Игра слишком масштабная, хайп велик, и чтобы вы получили максимальное удовольствие, у меня есть для вас небольшой гид. Поехали! Чтобы вы понимали, насколько народ готовится к Киберпанку, вот этот компьютер стоит здесь не просто так. Это ПК царский Ильи Овчаренко, вы его, наверное, помните, знаете, в любом случае любите. А мысль какая? Это ребята из ManMade сделали, ну просто шедевр. Мне очень нравится, кастомное, ну практически все, очень редкий корпус. Здесь у нас с вами, конечно же, ManMade своя водянка. Но по, собственно, железу внутри вы сразу можете по наклейкам понять, что как положено в лучшем виде. Во-первых, конечно же, карта RTX 3090 на водяном охлаждении Welcome. Потом у нас с вами обязательно самый современный, самый желанный процессор AMD Ryzen 950 950X. Материнская плата Asus Rock Crosshair 8. Чем примечательно? Тем, что у него уже есть подготовка к воде. Так что здесь все на воде, он тихий, реально вообще не слышу, понимаешь, работает ничего. Ну и, конечно же, это царь-машина для игры непосредственно в Киберпанк, в 4К с рейтрейсингом, со всеми пирогами. Этого компьютера хватит надолго. Ха-ха-ха. Блин, он симпатичный, в первую очередь. Ну, я, конечно, свой тоже проапгрейдил, но об этом мы отдельно поговорим, потому что ПК стоит в моем списке номером один. Играть в Киберпанк 2077, друзья мои, нужно на ПК. Вот хоть ты тресни. Если у тебя PS4, PS5, Xbox и вот это все, к сожалению, Next Gen Patch выйдет только в следующем году. И у вас не будет всех этих красивостей, которые доступны на ПК. А поверьте мне, это нужно видеть, потому что рейтрейсинг именно в Киберпанке, с его неоном, с его городом и вот этим всем дает плюс 100 к атмосфере. И без рейтрейсинга играть ни в коем случае нельзя. Вот эти скриншоты уже как бы показывают. Вот без ссы, без ссы просто смотришь, ни хрена себе разница. Ну, то есть, я вам прям рекомендую. Я понимаю, что на PS5, скорее всего, будут быстрые загрузки, будет очень симпатично, но именно на ПК будет полный кайф. Опа! И это мой компьютер, на котором я непосредственно играю в Киберпанк. Киберпанк, он не сильно изменился с тех пор, когда мы вам первый раз его показывали. Единственное, что там тоже стоит RTX 3090. Только если в случае с илюшным компьютером там от Asus красивая, то у меня не менее кайфовая Founders Edition. Но их, кстати, хрен добудешь, а Asus хотя бы можно купить. Ну и смотрите, какая штука. Я кроме шуток говорю вам, что ПК смотрится намного наряднее. Потому что True 4K, потому что рейтрейсинг, потому что игра в целом на ПК смотрится как-то более органично что ли. Потому что, ну хрен его знает, я не знаю, она создавалась как будто под ПК. Притом, например, Ведьмака я приходил на PS4 и вообще не парился. При этом я тоже понимал, что она будет наряднее смотреться на ПК. И долгое время Ведьмак был, кстати, неким бенчмарком, который достаточно серьезно нагружал любые системы. То Киберпанк, ну я не знаю. Может быть вы меня будете ругать в комментариях. Напишите, кстати, на чем вы будете играть. То есть поймите, мои советы в этом ролике, они не ультимативные. Я не говорю, что типа только на ПК, а никак иначе. Если у вас есть варик играть только на PS4 или вы купили PS5, вы тоже кайфанете. Базара ноль. Но просто, если вы хотите получить ультимейт удовольствия, вот тогда нужно выбирать ПК с рейтрейсингом, вот это все. Потому что именно так я играю. И игра очень требовательная. Она даже RTX 3090 такая, ай, так вот так, окей, ладно. При этом, смотрите, какая штука. Постоянно CD Projekt что-то допиливает. И в ревью билд прилетел патч на 49 гигабайт. 49 гигов патч. Так что Day Zero патч будет однозначно. Но, скорее всего, вы будете качать уже обновленную версию. Если мы говорим про интернет, если на дисках, то просто скачается патч. И это, конечно, круто. То, что работа не останавливается. В ревью билде есть баги. Но это все мелочи. Об этом мы поговорим уже в неком обзоре. Еще раз, через пару дней падает эмбарго окончательно. Там я вам уже расскажу, что да как. А пока давайте посмотрим на ревью кит, который присылали вместе с кодами на игру. Здесь у нас с вами непосредственно письмо от разработчиков. Welcome to Night City. Вот такое вот красивое. Тут, собственно, рассказывается, что, как, зачем, почему. Дальше. Следующая остановка. У нас с вами вот такой вот City of Dreams гид. На самом деле здесь много всего интересного. Арты и описание, как, что, куда ходить, что делать. Такая очень прикольная подсказочка для бодрого старта. Отдельно отметим CD-диск с CD Projekt Red. Прислали CD-диск с саундтреком. А, как вы понимаете, саундтрек там хороший, зубодробильный и очень-очень в тему. И самая неочевидная вещь для меня вот здесь. Знаете, что это? Это, друзья мои, флаг Night City. Нихрена себе здрасте. Вступай в сопротивление. Что-то такое. Вот он. Красивый флаг. В принципе, мы можем его вот сюда вот так вот накрыть наш компьютер. Вот. Все. Похоже на сопротивление. Ну, прикольный на самом деле ревью-кит. Молодцы. Респект. Вообще у CD Projekt. То, что касается пиара, маркетинга, вопросов нет. Хайп велик. Про первый пункт давайте закрепим, вы поняли. Играем на ПК по возможности с RTX, чтобы Ray Tracing вот эти радости. Игра, кстати, будет доступна еще и в сервисе gfn.ru на старте. Я подумал, если там будет поддерживаться Ray Tracing, то это прикольный вариант попробовать. То есть, ты такой, а-а-а, как выглядит на максималках? Хоп, залетел. Имейте в виду. By the way. Облачный гейминг с киберпанком хорошо коннектится. А вот второй пункт для вас будет неочевидным. И называется он геймпад. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, да, я не сошел с ума. В киберпанк лучше всего играть на геймпаде, сейчас объясню почему. Несмотря на то, что у нас есть геймпад от Xbox One X, киберпанк эдишн в соответствующих цветах, красивый, чтобы насладиться максимально, я затарил Elite Series 2, свежевышедший. Он вот в такой вот замечательной штуке, пожалуйста, тебе в коробке лежит. Дальше ты его открыл. Здесь, понимаешь, здесь хранится провод длинный. Ну, а это если вдруг что заряжать. А так, смотри, сам по себе он весь такой нарядный. На самом деле геймпад от Xbox One с точки зрения тактильности игры на ПК вообще идеально подходит. Раз. Дальше у нас есть с вами вот такая вот зарядная станция в комплекте. Это вообще замечательно. Но особенно кайфово то, что ты можешь его заряжать непосредственно в чехле, потому что здесь есть соответствующее отверстие, куда ты втыкаешь USB-C, старый ты был, понимаешь, на microUSB, а здесь у тебя, опа, и он на аккумуляторах. Я что-то смотрю, народ такой, а батарейки. Пожалуйста, любите аккумуляторы, пожалуйста, welcome. Но я все-таки топлю за батарейки. Тем не менее, я играю вообще не парясь по проводу на ПК на геймпаде. И сейчас объясню почему. Многие ошибочно полагают, что Cyberpunk 2077 это такая GTA V только в Cyberpunk. Нет. К сожалению или к счастью, водить машину в игре не то чтобы нужно, и не то чтобы прямо супер-мега весело. Объясню почему. Потому что физика была улучшена по сравнению с теми ревью-билдами, которые я видел раньше. Но все равно это такой как бы процесс, как, я не знаю, скакать на лошади в Ведьмаке. Ну то есть никто особо по этому поводу не кайфовал, типа скачется и скачется. Есть история с Red Dead Redemption 2, где вокруг лошадей строится прям целая история. Здесь этого нет. Здесь то же самое с машинами. Их можно угонять, их можно добывать, покупать и всякие штуки делать. Но ездить и на автомобилях, и на мотоциклах не какое-то прямо вау-вау-вау. Так вот, на клавиатуре с мышкой становится вообще что-то печально. Да и в целом управлять героем с помощью мышки, и все какое-то очень шустрое, можно конечно настроить. Но очень прямо ощущается, что игра, несмотря на то, что кайфово выглядит на ПК, лучше играется на геймпаде. Вот я не знаю, как объяснить. Если у вас есть геймпад, сами попробуйте и первое, и второе. Я вас уверяю, как только я пересел на геймпад, сразу все стало на свои места. Все стало более кинематографичным, плавным, приятным. Ну и конечно же, ну может я просто привык к геймпадам. Так что играйте в Cyberpunk 2077 на геймпаде, это мой второй совет. Третий пункт это монитор. И вы скажете, ну понятно, нужен хороший, качественный монитор. В моем случае это Asus Rock, я не помню как он точно называется, но это кулет, какой-то очень быстрый, очень классный, 4К, очень дорогой в свое время. Но, вы знаете какая штука, я стал на нем играть и такой, мир киберпанка, понимаете, он весь такой прямо всепоглощающий. У него хочется погрузиться с головой. Поэтому я понял, что нужен монитор побольше. И я такой затарил, именно монитор. Но перед тем, как вам его показать, вот что хочу рассказать. Смотрите, в мире 2077 года там много всего разного. Там есть, например, брейндансы, когда ты просто загружаешь себе флешку или чужое сознание в голову, либо какие-нибудь виртуальные всякие приколюхи и полетел вообще в космос. В нашем мире тоже многое изменилось в 2020 году. Мы с вами во всех этих новых реальностях перешли на удаленку большинство людей. И нужно как-то умудряться все это органично вписывать в свою новую действительность. Особенно тяжело стало бизнесу, которому нужно не только контролировать все процессы, но и сделать так, чтобы людям было удобно, комфортно работать на удаленке. Как бизнесу справиться с этой задачей? Есть решение Bitrix24. Это комплексное решение с готовым набором инструментов. Видеозвонки HD для связи с коллегами без ограничений по времени. Во время звонка можно обмениваться файлами, записывать разговор, запускать презентацию, использовать CRM для записи всех договоренностей с клиентом. То есть это не просто видеозвонки в чистом виде, но это действительно инструмент, один из, который очень органично вплетен в систему. И это, на мой взгляд, самое важное. Сотрудники же общаются в единой корпоративной социальной сети с чатами, календарем и диском без использования сторонних сервисов. Задачи создаются в пару кликов, добавляются чек-листы и файлы. Все запросы клиентов из соцседей, мессенджеров, чатов попадают в CRM. Данные переписки и разговоров автоматически сохраняются, а данные по клиентам хранятся в единой базе. Ну, то есть, на самом деле, многие примерно это пытаются сделать разными способами. Видеозвонки в одном сервисе, файлы хранятся в другом, чатятся в третьем. Вот Bitrix24 это как раз история, которая объединяет все вопросы на удаленке, все вот эти процессы, в одно что-то более понятное и осязаемое. В общем, если хотите узнать, как повысить эффективность сотрудников вне офиса, обязательно зацените бесплатный вебинар «Удаленка 2.0». Как мотивировать, контролировать и продавать на удаленке, собственно. Ссылка в описании, как обычно, я вам рекомендую. Тема интересная. К тому же, все участники вебинара получат бесплатный бонус. Это руководство по продажам, работе с задачами и организации работы на удаленке. Еще раз, ссылка в описании, а я вот что хочу вам сказать. Смотрите, вот этот монитор, он классный. Он весь такой прямо «ух!». Ну, реально, для какого-нибудь киберспорта годится просто с запасом. Но когда ты говоришь про игру уровня киберпанка с очень иммерсивным погружением от первого лица, оказалось, что такого монитора ни хрена недостаточно. Я такой, типа, уже вот так лицом в него сунулся и все равно не катит. Поэтому я купил за свои вот такую штуку. Вот такая красота. Слушай, ну... Я хрен за это, как он называется, 43 дюйма. И это монитор. И он стоит у меня на столе, и я вот так в него пырюсь. И мне радостно, и благостно. И на самом деле я хотел дождаться обновления, потому что в следующем году выйдет версия с HDMI 2.1, которая отлично подходит уже как раз к консолям типа PS5, Xbox Series X, чтобы поддерживать те самые 120 кадров и 120 Гц. Здесь, понятное дело, навороченный дисплей-порт благостно, но HDMI 2.0. Однако, ну, я такой, ах, хрен с ней, тем более на него и скидка была. Я, короче, купил, радуюсь. Снимающий пульт в комплекте есть, понимаете? Монитор с пультом, мне кажется, это величие. Он не такой навороченный по матрице, но вполне себе тоже годный. И вот на нем играть в киберпанк прямо хорошо. Из чего я делаю вывод, что несмотря на то, что мы с вами запускаем киберпанк на ПК, играем мы с геймпадом и подключаем это все в идеале к телевизору. И это вообще нормальная практика, играть в ПК с геймпадом и подключать это все к телеку. Но поймите меня правильно, действительно, киберпанк, он такой прям ух! И на маленьком мониторчике вы не кайфанете. Он нужно прям ух, чтобы так вот было. Поэтому, чем больше диагональ, тем лучше. Четвертый пункт, играйте без субтитров. Объясняю. Я здесь не касаюсь темы, кто-то любит английскую озвучку с русскими сабами, кто-то выберет вообще польскую. По умолчанию, конечно, большинство будет играть на русском. И по умолчанию же включены субтитры. И это нормально для РПК в целом, но в какой-то момент я понял, что это ломает погружение. Потому что я сам прочитываю текст и как-то хрен, я раньше этого как-то не замечал, не обращал внимания. А тут прям меня вот прям поломало. И когда я отключил субтитры, причем их можно отключить классические, но оставить те, которые над головой персонажа появляются, если они что-то на улице говорят или там на каком-то непонятном языке автоматически переводится, все эти фишки останутся. Но вот просто не будет текста, который проговаривает персонаж. И это прямо сильно, вот прям мощно так тебя бросает в непосредственно сюжет, в игру и так далее. И ты начинаешь жить этим моментом. Потому что когда ты читаешь, ты обычно читаешь быстрее, чем они там что-то скажут. И это начинает уже раздражать. Хотя в игре есть классная функция перемотки каких-то моментов, если вы хотите пролистать систему диалогов. Ну, еще это классно сделано. Но без субтитров прям совсем другое ощущение. И это я вам рекомендую от души, потому что я первые 10 часов что-то прям немножко страдал. И это нас плавно подходит к пятому и самому главному пункту. Всю маркетинговую кампанию и весь пиар строили на лжи. Я не буду говорить почему, это спойлер. Но все вообще немножко не так, как я себе, например, представлял с точки зрения сюжета игры, развития и так далее. И это крутой твист. Это круто сделано, классно подано. Это немножко меняет настрой. Ты немножко не выкупаешь еще, что происходит в какой-то момент. Это круто. Но игра гигантская. Ну, то есть, чтобы вы понимали, вот эти самые титры Cyberpunk вы увидите через, по-моему, 5 часов игры. То есть все, что происходит первые 5 часов, это, по сути, большой такой пролог. Вы выбираете, за какую из сторон вы будете, значит, играть. Это кочевники, дети улиц, корпораты, вот это все. У каждого своя линия развития в начале, то есть первые там 2 часа уникальные вообще для каждой ветки. Потом это сходится в одну какую-то вот эту вот сюжетную трубу. И дальше начинается вообще от сатаны. Так вот, игра очень масштабная. Я просто такой думаю, так, у меня есть 10 дней, сейчас я быстренько ее пройду. Хрен там плавал, быстренько вообще не получается. Вначале ты просто не понимаешь, что происходит. Ню-ню не то чтобы сложное, оно как в любой RPG, своеобразное. К нему нужно привыкнуть, и вот это ощущение, что вначале ничего не понятно, куда идти. Эти квесты, эти, эти, со всех сторон все валится. Тебе в моменте огромное количество людей говорят, сходи туда, сделай то, там, 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 там. Очень много всего, и ты немножко теряешься. Вот это неуютное ощущение, когда ёкарный баба еще происходит. Но когда проходит там первые 10 часов, ты уже немножко обжился, немножко уже правила игры понял. И совсем другие ощущения. Поэтому не подходите к киберпанку с позиции, чай быстренько за пару вечеров пробегу. По сюжету там хрен бы с ним не получится. Вы не кайфанете, и это прям вот, ну, большое такое приключение, всеобъемлющее на много-много дней. И лучше подходить размеренно, с чувством, с толком. Поэтому если у вас нету времени, возможности погрузиться в этот мир, то, может быть, есть смысл и не залетать сразу с пылу, с жару, как говорится. Но это уж каждый решит для себя сам. Я вот понял, что у меня не получилось. Меня постоянно отвлекали, я что-то сидел на работе, пытался дел. Хрень полная, вообще никакого вот этого эффекта нет. Как только я абстрагировался, ушел в первые 10 часов, вот там появился кайф, вот там появился киберпанк. Ну а в целом, друзья мои, по первым десяткам часов игры могу вам сказать, что ну мы не зря ждали. Не зря. Причем E-View Build был полон всевозможных ошибок и прилетел патч на 49 гигов. Как я и говорил, это охренеть. То есть это прям, видно, что ребята работают не покладая рук до релиза и после релиза. И это тоже момент, на самом деле, шестой пункт, шестой. Он бонусный и он звучит так. Конечно, игра на старте будет иметь ошибки, всякие глюки и так далее. Поэтому если вы хотите, чтобы смузи залетала как положено, есть смысл подождать полгодика, но мне кажется с Ведьмаком так же было. Но в целом, вы знаете, как это ни странно, многие глюки, которые сейчас, кстати, поправили, типа зависающие тела в странных позах, они даже как-то органично в мире киберпанка смотрятся. Ты такой, аха-ха, тебя переглючила, тварь. Ну нормально. При этом ревью-билд стабилен, игра ни разу не крашнулась, все окей работает. Ее просто полируют. Вот эти все мелкие баги, неточности прям полируют, не отходя от кассы. Поэтому я надеюсь, что у CD Projekt Red все получится. По крайней мере, хотелось бы, чтобы вы так же кайфанули. Ну а я встречусь с вами через пару дней, когда упадет эмбарго. У нас есть записанный геймплей в 8К. Все как положено, чтобы вы кайфанули. И мы кайфанули на 3090 с Ray Tracing. Посмотрим, как игра выглядит. Расскажу всяких приколюх и много всего интересного. Ну а пока вот такие советы. Уж не знаю, насколько они банальные, но мне показалось, что это важная информация для осмысления. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова